Это вот у нас начало объекта улица Карьерная, это вот значит генподрядчик, это суд подрядчик, так сказать, основной. Люки, решетки, ливневки, тротуары и, конечно, дорожное полотно. Большой ремонт улиц по федеральной целевой программе «Безопасные и качественные дороги» проинспектировал Виталий Веркиенко. Глава проверил ход работ на пяти участках. Без замечаний подрядчикам не обошлось. Я человек, который лезу в детали и требую максимального качества и не болтовни, а реальных дел. Когда мы говорим вот это вот там 97,5%, я пойму. Когда 100%, тогда должно быть вообще все идеально и даже выметено и помыто. Следующий участок улица Русская, район Тысячекоечной больницы. Его ремонтирует компания «Автобан-ДВ». Уложили 13,5 тысяч квадратных метров нового асфальта, в том числе и верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Осталось выполнить примыкания и газоны, а также привести в порядок автобусную остановку. Закончить работы подрядчик планирует к 20 августа. Глава города поручил устранить все недочеты в срок. На будущее мы вообще будем требовать. Я сам буду выезжать и смотреть. А парк техники есть необходимый? Имеет ли каток, фреза, который срезает кромку асфальта и уплотняет заодно? Есть ли ручная фреза, чтобы не вот так долбить, а ровненько делать? На участке улицы Комарова от пересечения с Океанским проспектом и до улицы Убаревича работы проводит компания «Федералстрой». Здесь уже завершили укладку бордюров и устройство новых тротуаров. Уложили верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона. Сейчас подрядчик выполняет примыкание к дороге. По его словам, осталось нанести разметку и благоустроить территорию. Но у Виталия Веркиенко возникли вопросы по расположению ливневой канализации и уклону дороги, а также по восстановлению газонов и качеству установки бордюра. Смотрите, щель здесь оставили. Вода упадет сюда и через грунт просочится и вот сюда выйдет на дорогу. Участок по улице Бестужева глава назвал приоритетом номер один. Виталий Веркиенко подчеркнул, здесь ремонт должен быть сделан в максимально короткие сроки. Это единственная дорога, которая ведет на Эгершель. Она вообще должна быть сделана за две недели ночью в три смены. На Светландской демонтировали последние рельсы и укладывают выравнивающий слой асфальта. На главной улице Владивостока подрядчик компании «Федералстрой» обещал закончить все работы к 1 августа. Но дождливая погода скорректировала планы, попросили отсрочку на месяц. Подрядчик по этому объекту меня расстроил, потому что то один докладывает, то другой. При этом имею возможность называть разные сроки. Я привык работать по-мужски, по-взрослому. Сказал – сделал. Глава Владивостока поручил завершить все работы на Светландской до 20 августа. Результат он проинспектирует лично. Анна Бережная, Новости на Восьмом.